Затянуть потуже пояса детям. В Днепропетровской области нашли способ сэкономить более 11 миллионов бюджетных гривен. Все бы ничего, но при этом решили обделить детей, причем с серьезными заболеваниями. Обо всем подробнее расскажет Елена Медалюк. У Дениса порог сердца и проблемы с речью. В 6 лет мальчик произносил только отдельные слова. Ни один логопед в Магдалиновке не брался заниматься с мальчиком. Сдать Дениса в обычный детский сад мама не могла. Говорит, не принимали. Сейчас Денис ходит в реабилитационный центр. За 2 года есть результаты. Он выбалакивается, в звуки ставляет, занимается, пишет, читает. Уже в первый класс, считай, мы готовы. Мы пришли, считай, первый класс тут. Тут очень хорошие преподаватели. В Магдалиновском учебно-реабилитационном центре 152 ученика. Все особенные. И вот 2 недели назад родители и коллектив из интернета узнали. Центр могут закрыть. Почему забрать в наших детей шанс на существование? Просто-напросто. Вони, 152 детей, которые находятся, не будут выкинути на улицу. Причины для закрытия, которые озвучили областные чиновники, абсолютно смешные и надуманные, говорят в реабилитационном центре. 70% детей, которые учатся в нашем закладе, должны быть из области. А у нас 70% детей – это дети из Магдалиновки, Магдалиновского района. По-друге, это про то, что у нас заклад наполненный на 95%. Тем не менее, область уже пытается сэкономить деньги и снять с себя обязанности по финансированию реабилитационного центра. Чиновники мотивируют это децентрализацией. Мол, содержать учреждение должен сельсовет Магдалиновки. За это уже даже проголосовали на сессии. Я сам был шокированный. Ведь наш бюджет сельсовет Магдалиновки, ручный, 11,5 миллионов. И как раз он сравнивает бюджет школы-интерната. То есть, это сравнивает, что даже нашу Магдалиновку сельсовет Магдалиновку сельсовет Магдалиновку надо закрыть. Все четыре детишки национальные заклады, которые мы финансируем, надо закрыть. А вот в областном управлении образования заявляют, проблемы нет. К каждому ученику найдется место в детсадах и школах. Сейчас идут диагностические исследования детей, кто будет выбирать, кто будет выпускаться, кто будет переходить в заклады с другой нозологией. Родители воспитанников реабилитационного центра чиновникам не верят. Люди вышли на предупредительную акцию Коблгосадминистрации. Говорят, если чиновники не изменят решение, пойдут в суд. Елена Мендрюк, Евгений Кондецов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.